Коллеги, здравствуйте! В этом ролике мы с вами научимся осуществлять подбор тура на сайте национального туроператора Алиан. Мы рассмотрим с вами несколько возможных вариантов подбора, если вы уже знаете название объекта размещения, который будете бронировать для туристов, а также второй способ, если вам необходимо найти и предложить несколько вариантов на выбор туристов. Приступим! Выходим на главную страницу национального туроператора Алиан. В центре страницы мы с вами видим модуль поиска туров. Здесь доступны вкладки «Отели», «Туры с авиабилетами», «Экскурсии», «Активные туры», «Круизы» и «Детские лагеря». В зависимости от того, какой тур нам нужен, мы выбираем соответствующую вкладку. Рассмотрим на примере проживания. Нам необходимо выбрать вкладку «Отели» и в открывшейся строчке ввести регион, в котором требуется произвести поиск нужного объекта размещения. Мы с вами будем искать тур в Сочи. Вводим в Сочи. Далее вводим необходимый диапазон дат поездки туристов. Если нам нужно сориентироваться по датам плюс-минус день, то необходимо кликнуть на кнопку внизу модуля поиска туров. Вот эта кнопка. Если же мы с вами не хотим ориентироваться плюс-минус день, мы ее просто выключаем. Далее выбираем необходимое количество туристов. Обращаю ваше внимание, если ваши туристы поедут с детьми, то обязательно необходимо указать возраст деток, а также их количество. Сейчас на примере мы с вами рассмотрим простой тур на двоих взрослых. После того, как все параметры поиска тура у нас введены, мы нажимаем на красную кнопочку «Проверить цены». Получив результат поиска тура, мы с вами можем воспользоваться вспомогательными фильтрами, которые находятся в правой части экрана. Доступен выбор по питанию, местоположению, удаленности от моря, услугам, инфраструктуре и даже по профилям лечения для поиска санатория. Обращаю ваше внимание, вот профиль лечения. То есть внизу у нас большое количество разнообразных модулей, которые нам помогают с вами осуществить более правильный подбор для наших туристов. При выборе вспомогательного фильтра у нас с вами идет актуализация запроса, и мы увидим новые предложения по нашим параметрам. Выбрав необходимый объект размещения, мы нажимаем на значок корзины для бронирования данного тура. Давайте актуализируем сейчас наш подбор. Допустим, мы с вами хотим завести заявку «Русский дом. Квартал номер 17». Вот значок корзины, кликаем на него. Теперь у нас открываются пакеты. Эти пакеты мы с вами можем предложить туристу. Кликнув на необходимый пакет, видите, у нас с вами меняется цена, мы выбираем нужный пакет и снова нажимаем на кнопку «Корзина». Вот эта синенькая кнопочка. Уходим в личный кабинет для заведения заявки. Внутри личного кабинета для вашего удобства сразу открывается окно, в котором отображается информация по плате заявки, условия аннуляции, а также услуги, которые мы бронируем, и итоговая стоимость. Все здесь обозначено. Нажимаем на кнопочку «Далее». Внутри личного кабинета мы с вами снова проверяем на корректность даты, объект размещения, который мы бронируем туристам, тип номера, а также те услуги, которые необходимы туристам. В окне ниже мы с вами вводим данные на туристов. В правой части экрана снова проверяем итоговую стоимость тура, а также видим размер агентского вознаграждения. Если все корректно, мы после введения данных на туристов нажимаем на кнопку «Забронировать» и получаем номер заявки, который мы отслеживаем в личном кабинете. Далее. Мы с вами рассмотрели случай, когда необходимо было осуществить поиск тура с нуля. Теперь научимся более быстрому поиску и бронированию объекта размещения. К примеру, к нам пришел турист, который является постоянным клиентом пансионата «Бургас» и хочет забронироваться на отдых. Для быстрого поиска мы можем использовать нашу главную страницу поисковика и ввести название пансионата для произведения расчета стоимости и поиска предложений. Вводим «Бургас». Таким образом мы пользуемся быстрым поиском и, соответственно, ищем предложение. Далее. У нас с вами есть еще второй способ, которым мы можем воспользоваться. На главной странице в правой части экрана, в строчке «Поиск» мы точно так же вводим название объекта размещения, который нам нужен. Выбираем «Пансионат» «Бургас». Теперь мы с вами попадаем на страничку нужного нам объекта размещения и выбираем необходимый период поездки, количество туристов, которые поедут, и, соответственно, нажимаем на кнопочку «Проверить цены», для того, чтобы найти необходимое предложение. Выбрав нужную категорию номера и нужный пакет, мы с вами снова кликаем на кнопочку «Купить». Нас снова перебрасывает в личный кабинет для бронирования, и мы с вами все проверяем. Давайте здесь мы с вами заведем заявку тестовую, проверим опять даты, проверим услуги на туристов, вводим данные и, соответственно, все бронируем. Наша тестовая заявка. И здесь точно так же мы с вами просто копируем данные и заводим заявку. Все, мы ввели данные на туристов. Давайте снова пройдемся по личному кабинету. Значит, наша задача – проверить услуги на туристов. Мы смотрим название объекта размещения, смотрим категорию номера, которую бронируем, время заезда, время выезда, которое будет отображаться в ваучере, количество дней, сколько едет у нас туристов, полный состав участников тура, а также мы смотрим пакеты, которые мы бронируем нашим туристам. Еще раз проверяем себя по итоговой стоимости тура, а также по агентскому вознаграждению, которое у нас будет получено. Если все корректно, мы с вами нажимаем на красную кнопочку «Забронировать». У нас с вами снова выходит заказ, где мы еще раз финально проверяем те данные на туристов, которые мы ввели, и услуги, которые бронируем туристам. Нажимаем на кнопочку «Забронировать». Сейчас система нашу заявку заводит и присваивает ей номер. Номер мы будем отслеживать уже в личном кабинете и, соответственно, смотреть его статус. Таким образом, мы с вами научились осуществлять подбор тура несколькими способами на сайте национального троператора «Лиан». Субтитры создавал DimaTorzok